Показать свои знания, навыки и умения, а также стремиться к их улучшению – основная цель конкурса, который проходит в управлении Федеральной службы судебных приставов ежегодно. Всего четыре номинации – лучший судебный пристав-исполнитель, лучший судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов и лучший дознаватель. Сегодня были определены победители по этим четырем должностям, по четырем номинациям, которые продолжат свое участие уже в межрегиональном конкурсе по Южному федеральному округу, по завершению которого, соответственно, победители будут продолжать участие во всероссийском конкурсе в Москве. Для справедливой оценки были привлечены независимые эксперты. Все конкурсанты прошли тестирование и показали свою физическую подготовку. Так, победителем номинации «Лучший судебный пристав-исполнитель» был признан сотрудник отдела судебных приставов по Джанкой и Джанкойскому району Святослав Кондагура. Признается, что участвует в конкурсе уже не в первый раз. В планах достойно представить Крым на материке. Проверяются теоретические знания, соответственно, практические знания. Ну, соответственно, все это комиссия оценивается и принимается решение. Надеемся представить в лучшем свете, занять первое место. Победитель в номинации «Лучший судебный пристав» по обеспечению установленного порядка деятельности судов Александр Мельник, который работает в ведомстве в Армянске. В конкурсе он уже занимал призовые места. В этом году при подготовке усилия больше будут направлены на улучшение физической формы. Нужно подтягивать физическую форму на хороший уровень, потому что в Москве там уже ребята приезжают очень сильно подготовленные. И огневая подготовка. Если у нас первый этап проходит без стрельб, то второй и третий этап уже непосредственно связаны с оружием. Это стрельба с автомата АКСУ-74 и с пистолетом «Акара». Уже летом победители конкурса будут представлять Крым в Ростове, а после, в случае хороших результатов, и в Москве. Мария Моссур, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ.